Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина предлагает вам познакомиться с серией книг «Тузик, Мурзик и другие». Серия книг «Тузик, Мурзик и другие» издаётся с 2010 года. И это книги о животных. И, конечно, эти книги будут интересны всем, кто не безразличен к судьбе братьев наших меньших, кто понимает, что всё живое на нашей планете едино. В эту серию вошли замечательные повести и рассказы, главными героями которых стали животные. Эти книги расскажут читателям о радостях и трудностях жизни наших четвероногих друзей, пернатых питомцах и многих других. Ведь животные и птицы окружают нас не только дома, с ними можно встретиться где угодно. И кто знает, какое новое приключение принесёт за собой это внезапное взнакомство. И в серию «Тузик, Мурзик и другие» вошли лучшие произведения современных российских авторов, пишущих для детей. Книжная серия «Тузик, Мурзик и другие» представляет прежде всего книги о собаках. Собаки — это не просто питомцы, это друзья, которые всегда рядом. Это безусловная любовь, которую мы получаем только за то, что мы есть. Они радуют нас каждый день, независимо от того, в каком мы настроении. Преданность и любовь собаки помогают чувствовать себя нужным и важным. «Анна Никольская. Город собак». В эту книгу вошли 26 собачьих рассказов. Весёлых и грустных, лиричных, смешных и трогательных, но всегда с неожиданным финалом. И они придутся по душе как детям, так и взрослым, любителям четвероногих и хвостатых. Повесть известного детского писателя Валерия Михайловича Воскобойникова «Девочка, мальчик и собака» по праву принадлежит к лучшим произведениям детской литературы. Эта повесть расскажет нам о рыжем ирландском сеттере, которым был поводырём слепого человека. Это захватывающая и одновременно трогательная история о пропавшей собаке и ребятах, заботившихся о ней. Леонид Сергеев, Челкаш. Челкаш – это персонаж невыдуманный. Вместе с этой удивительной собакой автор книги совершил кругосветное путешествие, полное как опасных, так и забавных моментов. Также в эту книгу вошли ещё и другие рассказы о животных. Представляю ещё одну книгу Леонида Сергеева «Зоопарк в моей квартире». Это сборник рассказов о животных, написанных с огромной любовью к тем, кого мы приручили. Редко кому из авторов удается настолько проникновенно и в то же время легко писать о братьях наших меньших. Также серия книг «Тузик, Мурзик» и другие представляет яркие и душевные повести и рассказы о живой природе. Эти произведения призывают нас прежде всего бережно относиться к природе и любить животных. Книга Николая Красильникова «Охотничья избушка» посвящена живой природе, животным, птицам, рыбам. Автор так ёмко, живописно, с легким юмором рассказывает о четвероногих и пернатых любимцах, что ощущаешь себя участником многих событий. И вместе с автором читатели совершают путешествия то в лесах, то в тайге, то плывёшь по бурным рекам и везде общаешься с живой природой. В книгу Владимира Каменева «Долгая дорога домой» вошли восемь повестей о домашних и диких животных, пчёлах, рыбах. И герои его произведения живут по законам природы, не нарушая их, и поэтому подчас кажется, что они мудрее людей. И каждая пояс заставляет читателя задуматься и поразмышлять о многом. Представляем вашему вниманию сборник рассказов Юлии Бортновской «Медокс» «Орлик». В этот сборник вошли 13 рассказов о разных животных, жизнь которых порой тесно связана с судьбами людей. Автор с большой теплотой и любовью пишет о братьях наших меньших, причём все рассказы основаны на реальных событиях. Михаил Андреев, Васька. Это повесть о беспородной лошади, написанная с большой теплотой и профессиональным знанием этих удивительных животных. История лошади тесно перекликается с судьбой главного героя повести Вовки Васильева, который, несмотря на серьёзные жизненные испытания, обретает в конце концов не только четвероногого друга, но и настоящую любовь. Книжная серия «Тузик», «Мурзик» и другие включает в себя уже более 38 книг. И эти книги будет полезно почитать и детям, и взрослым. Эти книги учат нас бережно относиться к миру природы и её обитателям, любить животных, заботиться о них. Ведь любовь к животным – это великое чувство, и оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее и ответственнее. Субтитры создавал DimaTorzok